то что произошло сейчас вот буквально сейчас это произошло примерно час-полтора до того я начал записывать это видео вливание это что-то из области фантастики это что-то вот из фильма не знаю грань будущего или что-нибудь вот в этом роде но одновременно у сотен террористов хизбаллы взорвались мобильные телефоны пейджеры и разного рода вот такие вот мобильные устройства передатчики радиостанции и так далее все это вот сработало одновременно в одну секунду нанеся их из боли потери в разы больше чем она понесла за 11 месяцев войны с израилем что-то случилось там невероятное сейчас обсудим эту срочнейшую новость всем привет меня зовут сергей уследер вне очередное видео на канале вот поэтому я прошу вас кстати включать уведомления чтобы не пропускать подобного рода видео подписывайтесь на канал оставляйте комментарии донаты приветствуются все в описании лежит к видео каждому там легко это сделать и лайки тоже пожалуйста не забывайте итак вот начали поступать сообщения причем вот я поскольку вот как бы в информационном поле нахожусь я же вижу как это происходит вода как вот эта волна начинает нарастать как цунами когда видишь полосочку в море а потом вот на тебя вот такое прилетает короче первое сообщение что-то такое произошло в ливане какие-то взрывы следом за этим было сообщение о том что в результате взрывов пострадали порядка пяти дней порядка 30 террористов хизбаллы у них взорвались мобильные устройства потом их стало 50 потом 100 200 300 сейчас уже говорят о 1200 буквально одновременно это произошло у активистов хизбаллы сработали взрывные устройства в телефонах либо сами телефоны стали взрывными устройствами и пейджеры в том числе какое-то время назад особенно это произошло после ликвидации шукра флада шукра это был начальник как бы генштаба хизбаллы скажем так это был главный военный командир в хизбалле велели поменьше пользоваться мобильными устройствами смартфонами поскольку они поддаются взлома израиль обладает в этом смысле очень такими серьезными технологиями там достаточно вспомнить историю пегасус или что-нибудь вот в этом роде и перейти на пейджеры то есть вот те самые пейджеры я вот честно сказать пытался вспомнить как я последний раз пользовался пейджером но не соврать это был наверное год 96 97 первый мобильный телефон у меня появился в 99 ну вот наверное вот где-то 98 еще год я пользовался пейджером с тех пор я их не то чтобы не 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 используя их и не видел то толком никогда и вот они стали ими пользоваться что тут произошло совершенно непонятно израиль по этому поводу хранит молчание у нас же как какая проблема у нас в правительстве вообще вот во власти во властных структурах буквально всех куча сидит кретина в которых вот язык вот вот такой вот как мой папа в таких случаях показывает да и у которых ничего там не держится во рту тут же кто-то из них успел написать твит это был один из советников тапас лук такой есть вот он один из советников нетаньяго успел написать что-то в twitter но тут же эту запись потер потому что ему видимо тут же дали по шапке израиль вообще никак не комментирует эту историю то ли было то ли не было что там взорвалось ничего не знаю вливание сейчас невообразимый совершенно хаос по данным минздрава там уже к полутора тысячам приближается число раненых ранения у всех тяжелые там кому руку оторвало кому пробило там бедренную артерию кому паховую вену телефон их в карманах у людей лежат как правило да у кого там еще чего-то в общем в больницах полный хаос приемные покои в особенно в бейруте и в набатии забиты буквально битком людьми ранеными но это террористы хизбаллы активисты хизбаллы различные функционеры и так далее и вроде бы говорят о том что ранен был посол ирана в ливане короче говоря ситуация такая более чем серьезная но еще раз повторяю хизбалла понесла потери большие а эти люди выведены из строя неважно что они не убиты важно что они выведены из строя не тяжело ранен и вот тяжело раненых больше чем было собственно за все время войны когда там работали ввс артиллерия там я не знаю танки спецназы и прочее 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 короче говоря что-то произошло такое совершенно необъяснимо с технической точнее с технологической точки зрения я честно сказать объяснить это не очень пока могу можно предположить заминированный телефон было такое ни раз и не два израиль в том числе проводил операции по ликвидации террористов с телефонами их их минировали вот и собственно террорист приложил голове и башку то это оторвало но такие случаи были единичные один раз такое происходило вот с одним человеком а здесь больше тысячи одновременно устройств кроме того речь идет о разных устройствах мобильные телефоны пейджеры радиостанции как это все можно было объединить в одну кучу я совершенно не понимаю и как это можно было технологически проделать еще раз повторяю вот в свое время это было начало конец нулевых годов когда прогремела история с вирусом стакс нет я про него как-то рассказывал в отдельном видео это был первый в мире боевой компьютерный вирус который каким-то образом залили в компьютеры центра управления центрифугами в иране и этот вирус заставил центрифуге работать за критических режимах то есть крутится слишком быстро выдавая на контрольную аппаратуру нормальные показатели иранцы проглядели и часть центрифуг просто сгорел ну как бы вот там сломались эти подшипники самая такая важная и главная часть этой центрифуги ну так то были центрифуги в которых хоть есть чему крутиться в телефоне то что может быть можно предположить телефон можно там с помощью взлома в нем что-то проделать его температурным режимом и нагреть теоретически такое возможно но он не может нагреться за одну секунду до такой степени что он взорвется и пробьет человеку паховую артерию там или оторвет ему пальцы это нереально совершенно можно как бы предположить что он задымится наверное там ну загорится потом человек это почувствует что у него в кармане вдруг стало очень горячо тем более там близко к причинному месту но что в пейджере может нагреться я не представляю вот такая коробочка там с батарейкой я не понимаю что там что там вообще в принципе может нагреться для меня это какая-то загадка в общем и как это технологически было осуществлено вот для меня это прям совершенно необъяснимая история наверное попозже может быть что-то по этому поводу расскажут а может быть и нет и израиль как бы вот но израиль еще раз повторю вообще никак не взял на себя никакую ответственность за всю эту историю как будто бы вот ее и не было и мы не мы и мы к этому не имеем никакого отношения что еще важно после того как все это случилось в хизбалле поступил категорический приказ не трогать вообще не прикасаться и не приближаться не к мобильным телефоном не к пейджером не к ко всякого рода передатчиком не к чему вообще не прикасаться в принципе то есть из балла в смысле координации сейчас полностью парализован вот сейчас самый момент чтобы по ней ударить потому что координация у них полностью нарушена и разрушена разорвана буквально все командные цепочки сейчас разорваны сейчас вот в этой комнате телефон а в той комнате Командир, террорист, боевик, не знаю, кто угодно, кто-то еще. То есть у них сейчас полностью отсутствует координация. У Хизбаллы как будто выдернули позвоночник, нервную систему. Выдернули, да, и нет вообще никакого сообщения между головой и ногами, там головой и пальцами условно. И сейчас наступил такой момент, на мой взгляд, когда можно ударить. Ну, опять же, я не знаю, как это произойдет. В правительстве там какая-то разборка между премьером и министром обороны. Меняют министра обороны, либо это операция прикрытия. Кстати, у меня вот буквально секунду назад эта мысль пришла в голову, либо это операция прикрытия. Все думают, что вот у нас там в правительстве срач-бардак, что Нетаньягу меняет Галланта, договаривается с Саром. Все это вот так вот, все, значит, потирают руки, опять у них тут все плохо у евреев. И тут, значит, вот это происходит. Посмотрим, опять же, тут трудно пока сказать, как эта вся история будет развиваться. Но сам факт того, такого не было никогда вообще. Чтобы 1200 террористов были выведены из строя одновременным подрывом мобильных устройств. Как вообще такое возможно? Что там с этим сделали? Как это осуществили технологически? Что это вообще такое? Ну, вот как сказал мой хороший друг, что это была такая многоходовка. Сначала евреи придумали Моторолу. Ну и так далее. Спасибо, что смотрите. Следим за этой историей. Если что, допишем новое видео. Именно поэтому, еще раз говорю, прошу вас, включайте, пожалуйста, уведомления. Все, увидимся в ближайшее время. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok